Она говорит, почему у меня не получается зарабатывать много денег? Он ей говорит, что в случае, если женщина не отказывает и восхищается, но не отказывает, это я не говорю о том, что она ложится в постель, она не отказывает пообщаться и не отказывает поговорить с кем-то, то она становится и богатой, и очень востребованной. Почему? Вот к вам, если кто-то подходит и говорит, можно с вами познакомиться, говорите, да, можно, а тогда давайте встретимся, говорите, да, я с удовольствием бы это сделал, но, к сожалению, не могу, хотите встретиться, можете вот сюда приехать, мы здесь где-то в ресторане встретимся, а куда-то выезжать, встречаться не будем. Почему? Ну, знаете, всякие особенности могут происходить. А так, хочешь встретиться, хочешь, приезжай, встретимся, я тебя с мамой познакомлю, с папой, с кем-то. У меня дочь будет встречаться, никогда дочь не будет встречаться в ресторане, она будет встречаться так. То есть она звонит и говорит, я хочу с мальчиком встретиться. Я говорю, хорошо, если вы сходили в кино, приходите к нам домой. После этого он придет, конечно же, я вот так вот саду, с ним поговорю, знаете, после этого скажу, ну все, молодец, иди домой, конец. Зачем я это все говорю? Для женщины очень важно не отказывать мужчине. Я когда-то был в Индии, был там с одной женщиной. Когда мы были в Индии, этой женщине Йог сказал, он говорит, почему у тебя, он говорит, почему, она говорит, почему у меня не получается зарабатывать много денег. Он ей говорит, вспомни всех мужчин своей жизни и начни к ним относиться, как будто они самые лучшие божества твоей жизни. Она говорит, да сейчас. И после этого прошло какое-то время, она мне говорит, ты представляешь, я начала говорить, что я люблю своего мужа, я обожаю своего отца, я всем все забыла. И говорит, поперли деньги, поперли по полной программе. Почему? Особенность привлечения энергии и денег для женщины, это желание видеть во всех мужчинах хороших людей. Представляете? Концепции, ну хороших, это значит не видеть, там одни параны, алкоголики, придурки, тунеядцы, желающие только секса, там еще что-то, еще что-то, только одним там мазаные и так далее. То есть, если женщина видит в мужчинах прекрасно и говорит, что там мой сын, там молодец, самый лучший, я обожаю своего отца и так далее, то это очень сильно влияет на судьбу, и она никогда не будет нуждаться в деньгах. Иногда женщины совершают очень глупую ошибку, они формируют мировоззрение, при котором мужчина это второй сорт. И после этого это мировоззрение может очень сильно навредить в материальном мире. А что важно для мужчин? А для мужчин это не важно, то есть они могут читать, что женщины и плохие, и хорошие. Для мужчины совершенно другие идеи. С мужчиной работает концепция, которая называется решительность. Чем решительнее мужчина, тем больше в жизни он будет иметь материального благополучия. А решительность это то, что убирает страх. Смотрите, решительность и действие это то, что делает из мужчины мужчина. Решительность и действие. Если мужчина принимает решительность, если мужчина делает действие, тогда страх ему недоступен. Потому что боишься, делай. Боишься, будь решительным. Вообще могу сказать, если что-то боишься, обязательно это сделай. Таким образом ты переступаешь элементы кармы и в дальнейшем будешь собой гордиться. Кто-то ко мне подходил, я артисткой не могу стать, я всего боюсь. Конечно, проживая жизнь кармическую своих родителей, которые всего боялись. И после этого духовный рост хочешь, он вот так и звучит. Боишься, делай. Причем сделай это тысячу раз, чтобы полностью это отработать. Знаете, как мне, ребенку седьмому из своей семьи было раньше страшно выступать перед публикой. Конечно страшно, это естественный процесс. Но знаете, за много лет, я уже выступаю так, не один десяток лет, могу сказать, что настолько атрофировалось вот это страшно или не страшно. Я уже не помню, как это я боялся и как это вообще было. Привычка уже. То есть для меня это обыкновенная работа. Я выхожу перед людьми, отрабатываю свои деньги, уезжаю там и так далее. Веду обычный образ жизни. И вот этого состояния, когда ты выходишь перед публикой и тебе страшно, его совершенно нет. А очень хочется, чтобы еще было. Почему? Потому что оно интересное, знаете, там оно интересное. Тебя подташнивает, там где-то руки потеют. Да, интересное. То есть я о нем вспоминаю и вспоминаю так, что неплохо было бы, чтобы хоть когда-нибудь оно появилось, понимаете. Поэтому сейчас я это воспринимаю с улыбкой, когда я вижу, как кто-то начинает перед публикой выступать и потеет, бледнеет, ему страшно и так далее. Это только дело времени. Вы тоже к этому придете, если начнете часто выступать, потом будете скучать за тем моментом, когда вам было страшно. А вообще страхи это или страхи убираются путем или действием. Как это в гимнастике или в восточных единоборствах? Стойка, после этого действия, и все, и не страшно, конец, понимаете. Обычно, если вы занимаетесь гимнастикой или восточными единоборствами, вас обучают стойке и после этого действию какому-нибудь. Поэтому, если вам свойственна боязнь, то научите себя стоять в стойке, встали левую ногу вперед, правую назад, поставили как-нибудь руку, сосредоточились, и после этого сделаю так, и после этого все, я в бой. Я обычно себе говорю, ты мужик. Обычно это когда-то начал закаливаться, самые страшные времена моей жизни были. И когда летом закаливание происходило, было все хорошо. Но пришла зима. Я закаливался вечером, знаете, закалялся. Я в самые страшные времена жизни. И я включал душ, такой душ, кабинка, знаете, пластмассовая. И там есть вот так вот, а есть когда прямо сверху льется. Это самое страшное. И оно под таким напором холодная вода. И ты пришел с мороза, тебе холодно, плохо, плохо, знаете. И после этого я заходил и себя настраивал час. Я стоял, ты мужик, ты мужик. Там что-то в середине говорило. Нет, нет, не надо. Ты мужик соберись, ты мужик. Потом заходил и делал так. И потом... Вы знаете, где-то 30 дней я это делал, 60 дней в общей сложности делал. А потом перестал делать. А потом столкнулся с тем, что хочется. Проходит какое-то время и хочется. Вот под холодный душ куда-то в прорубь зарывнуться, знаете, и так далее. Ничего с этим сделать не можешь, все равно хочется. И вот это целиком связано с нашими вот этими внутренними настройками. Хочется сделать, страшно сделать два раза. Очень страшно, сделай сто раз, пока не отпустит. Вообще, если вам страшно, то это прямо говорит о том, что вам надо делать. Не избегайте того, что страшно, делайте это обязательно. Тогда это будет элементом. Страх это то, что связывает кармически ваш и судьбу ваших родителей. Чтобы вы не прожили судьбу ваших родителей, преодолевайте свои страхи. Тогда в жизни все изменится. Редактор субтитров А.Семкин